Всем привет! Сегодня мы идем на южный Димирджи со своими друзьями. Да, это горы Крыма, очень интересный выпуск будет. Так что, всем приятного просмотра! Субтитры делал DimaTorzok Начинается наше восхождение на Димирджи с музея авто и мототехники. Здесь разные бетафорные автомобили, вот есть пиво. Ладно, шучу, это не настоящее. Кстати, здесь на Димирджи снимали кавказскую пленницу, чему свидетельствуют статуэтки героев фильма. В музее можно посидеть в автомобилях и мотоциклах, порулить, переключать передачи. Мне очень интересно, всем советую его посетить. Ты меня услышал? Ты меня услышал? Ты меня услышал? Ага. Сижу я здесь за рулем и заметил, что у меня очень серьезный пассажир сзади меня сидит. Здравствуйте. Вас, наверное, до Абхазии, до вашей дачи нужно довезти. Музей будет интересен не только детям, но и взрослым. Очень большой автопарк, в котором можно посидеть, порулить, позаглядывать внутри машины. А это что такое? Тоже фольклор? Нет, это наша студенческая песня про Медведей. Но вам она не подойдет. Почему не подойдет? Это студенческий фольклор. Давайте, давайте, да, да. Ну хорошо, слушайте. Ну что ж, наш поход продолжается. Крымские горы, а именно крымская природа, это одна из самых главных достопримечательностей Крыма. И именно в осеннюю пару крымские горы превращаются в золотые горы. Потому что листва вся осыпается, и все вокруг становится золотистое. Уже по дороге мы встретили несколько пешеходных групп, любительских, которые тоже идут туда же, куда и мы. Самое интересное, что мы местные, мы из Симферополя. А группы, которые мы встречали, были из Санкт-Петербурга, из Москвы. Поэтому, чтобы понимали, насколько это красивое и интересное место, что люди едут из таких дальних городов, чтобы посмотреть на это. Спустя 20 минут подъема в гору мы добрались до укрепления 15 века под названием Фуна. Скажу вам честно, нужно быть очень хорошо подготовленным в физическом плане. чтобы ходить такие походы. Слава Богу, у меня еще есть силы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! КОТОРОВЕ СУМЫ КОТОРЫЕ В 1475 ГОДУ РАЗУШИЛИ ТУРКИ ОСМАНЫ! Но, все равно, это очень красиво! Здесь можно погулять, походить, посмотреть. Это все очень прекрасно! И самое главное, что находится в Крымских горах. Отсюда открывается замечательный вид, на море, на горы и на леса. КОТОРОВСКАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Есть еще что у нас? Маленькая копия Крепости В которой мы сейчас находимся Вот так вот она примерно выглядела Некоторые люди приходят сюда Полюбоваться природой Крыма Некоторые приходят позаниматься спортом А некоторые понаблюдать такие исторические места Как например эта крепость Но лучше всего это все совместить Потому что я считаю, что активный образ жизни Это самое прекрасное, что только есть Ходить Любоваться природой Живописными местами Местные аборигены Забыли свои стрелы Ладно, здесь просто есть стрельбище Из лука Можно пострелять, прийти Ну что, мы посетили Такое замечательное историческое место Так как Фуна Крепость 15 века И продолжаем наше восхождение На Димирджи Нам предстоит еще долгий путь Сейчас я вам примерно покажу, куда нам идти Вон на самый верх Туда нам идти Так что На самый верх нам идти Так что Впереди еще долгий путь Главное не терять настрой И двигаться вперед Продолжаем наше восхождение на Димирджи Мы поднялись только на 600 метров Над уровнем моря Но При том условии, что мы поднимаемся в гору Это просто невероятное количество Просто шагов Уже 10 тысяч шагов мы сделали Да, погода просто замечательная Для октября Уже конец октября, 31 число Это очень жаркая погода Я весь мокрый просто Где-то вон вверху летает квадрокоптер У меня, к сожалению, еще нету квадрокоптера В планах обязательно его куплю И буду радовать вас Съемками с высоты А мы продолжаем Нам еще примерно столько же идти, сколько мы поднялись Ну что, мы поднялись Сделали небольшой перекусик Ну и будем двигаться дальше Начались курсы выживания Экстремальные спуски Неподготовленным советую так не делать Мы, кстати, тоже неподготовленные Но у нас уже безвыходная ситуация Так что Аккуратненько Спускаемся Прежде всего Главное Безопасность Ой, ребята Мы бросили нашего коллегу Ну что ж У нас с этапом скалолазания Справились все Мы продолжаем двигаться Очень скользкая дорога Зато вид красивый Просто вниз Я вообще думаю Вот тут Это Просто Вода Пекается Никит, давайте Специально для своих фолловеров Делаем эксклюзивный контент Я помимо того, что Спускаюсь Еще и снимаю для вас На самом деле Советую Никому не повторять Такое Потому что Это Просто трэш Хорошо, что У меня есть Чуть-чуть Умение кататься На сноуборде И Чуть-чуть умею По горам лазить А так Бы пришлось Звонить в МЧС И Ждать, когда нас спасут Но Мы не ищем легких путей На самом деле Знаете, кто ищет Тот всегда найдет Так что Немного Выпуск превращается В бог из Чернобыля Может В этом и есть Плюсы А лицо И так опасно Ну что ж Мы продолжаем Наш экстремальный Спуск Мы думали, что Мы уже подошли К тупику К обрыву Здесь очень большое Ущелье Получилось Знаете Более удобный путь Да Думаю Часик Еще где-то будем спускаться Короче Мы вышли на более-менее Уже Людную тропу Слава богу Я порвал штаны Потерял Mi Band Когда падал Да Прокатился На попе Хорошенечко Ну Самое главное Что Маша Вон целое Сзади идет Я-то Быстро заживу Точнее Даже заживать Нечем Просто Впечатления Чуть-чуть Под конец Испортились Да А так вообще В принципе Могу сказать Что Сюда все-таки Стоит сходить Здесь очень интересно Просто Лучше быть подготовленным И знать Куда вы идете Потому что Ну Безопасность Прежде всего Надо думать О себе Мы как бы Рассчитывали на такой Исходик Небольшой Так что Спускаемся вниз Еще может Поснимаем Что-нибудь Ну что же Наш поход На Димирджи Закончился Закончился Но не поездка Мы еще держим путь В Алушту На вечернюю Алушту Посмотреть на море Да Ну еще надо Купить штаны новые Секенхенде Чтобы до дома Доехать У меня конечно Целые штаны Ну не прям В ужасном состоянии Но Не хочется ехать В рванах Кстати Здесь есть Лошадиная ферма Можно покататься На лошадях Такие Чуво сетка Одновидная И все Небольшой зоопарк Индюшки Вот Сегодня получился Очень насыщенный день Нам все так понравилось Такой был поход Прям ну Очень хардкорный И мы решили Этот вечер Завершить В Алуште Попить Глинтвейна Вот Посмотреть на море Так что Вот так вот Ну что Ребята Мы приехали в Алушту Благодаря моей Коммуникабельности Мы вместо того Чтобы 5 километров Идти от Димирджи До трассы Нас подвезли на машине И уже На трассе Мы сели на Троллейбус До Алушты За 40 рублей На двоих Мы доехали До Алушты Так что Наш выпуск Подходит к концу Обязательно Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Пишите комментарии Что бы вы хотели Увидеть в следующем выпуске Как вам этот выпуск Понравился Или нет Мы обязательно Как-нибудь снимем Вам уже Алушту Покажем этот Замечательный Город Но Не в этот раз Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok